Всем привет! Просили меня рассказать о том, как сегодня выглядит Humankind, стоит ли в него играть, вообще что там поправили и прочее-прочее-прочее. И я нашел время, чтобы поделиться своими впечатлениями. В двух словах, поправили многое, уже намного все стабильнее, баланснее и интереснее, но все-таки, наверное, стоит подождать дополнений. И об этом всем по порядку дальше. Вы слышите Алексея Халецкого на канале Леша Играет. Поехали! Вообще, конечно, ситуация с Humankind мне полностью напоминает шестую Циву, которая тоже вышла сырой и стала отличной игрой только после выхода двух дополнений. Наверное, мало кто помнит, но на старте у шестой Цивы оценка была ниже 60% в Стиме. В итоге, на данный момент, у Шестой Цивы 83% положительных отзывов, дополнения таки исправили ситуацию. И я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что дополнения будут, просто потому, что при озвучке моего аватара для Humankind, я озвучивал такой текст, относящийся к таким механикам, которых в игре сейчас еще нет. Меня просили не раскрывать подробности, но реальные дополнения, расширения к Humankind нас ждут впереди, а не вот эти вот наборы культурных паков, которые вышли для Африки и Южной Америки. И, видимо, уже после выхода этих дополнений можно будет с полной уверенностью рекомендовать игру к покупке. Сейчас же, вот эти уже более полугода после выхода, разработчики действительно занимаются полировкой игры, балансировкой, и, в общем-то, мы, первые игроки, которые вначале в нее играли, являются тестерами по-хорошему, бесплатными. Точнее, которые сами заплатили за покупку. Нехорошо, но, к сожалению, вот так работает современная игровая индустрия. А что касается глобальных пошаговых стратегий, то по-другому, похоже, и невозможно выпустить такую большую игру. Что же глобально добавили в Humankind, выпустив Витрувианское обновление и Боливарское? Из глобального игра начинает работать стабильнее. Тем не менее, в конце игры она все равно дико тормозит, и, по моему мнению, это происходит из-за союзов. Я вам рекомендую при игре, даже против компьютера, не принимать союзы, потому что тогда открывается вся карта, и, видимо, это сильно влияет на производительность. Или хотя бы, не знаете, ограничитесь хотя бы одним союзом, что ли. Наконец-то сделали визуально понятным, за счет чего открываются и принимаются цивики. Теперь об этом написано. Почему сразу нельзя было это сделать, непонятно. Ну, конечно, присутствовала вначале некоторая доля исследовательского интереса, но потом это стало просто раздражать, когда у тебя не открываются цивики, и ты не понимаешь, почему. Теперь вам все это визуально конкретно написано. Построить, например, три коммерческих района и три развлекательных в одном городе. Или достигнуть населения в шесть человек. И так далее, и так далее. Таким образом вы можете играть действительно в стратегию, а не угадай, что надо сделать. При постройке инфраструктуры в городах наконец-то стало показывать, что эта самая инфраструктура даст. Раньше при постройке района было понятно добавление, а инфраструктура, там, например, мастерская давала плюс одно производство от клеток реки. И сиди сам, считай, глядя на карту, а сколько это в производстве будет? Может мне другое здание выгоднее построить? Теперь это стало внизу писаться. Вот на данный момент сколько у вас районов и сколько клеток обрабатывается. И теперь понятно, сколько инфраструктура вам добавит. Религии стали выглядеть похожими на то, что есть в современном мире. И компьютеры стали чаще христианство принимать, иудаизм, буддизм и прочее, прочее, прочее. А то постоянно этот шаманизм или что там еще было, политеизм на всей карте, если не переименуешь религию, то и захлебнешься в этих шабанизмах. Поизменяли способности у культур. Например, раньше в сетевых партиях даже научные и строительские культуры банили, потому что они были убер-крутыми. Из-за вот этой способности запустить в городе проект. И если вы научная цивилизация, культура, то весь выхлоп города шел в науку, а если вы строительная культура, то весь выхлоп шел в производство. И это было очень-очень круто. Особенно если вы чередовали эти цивилизации, то научная, то культурная. Теперь эту способность можно запустить только в одном городе на всю цивилизацию вашу. И, кроме того, у способности появляется кулдаун, то бишь время на перезарядку. А культурам, торговым и эстетам больше дали выхлопа, соответственно, денег и влияния. АК культуры. Переработали систему поддержки войны и возможности сдаться. Раньше, если ваш соперник в поддержке войны достигал нуля, то он автоматически сдавался. Теперь вы можете не принимать его сдачу и продолжать войну, но в этом случае вы будете получать штраф по стабильности. Тем больше, чем дольше длится вот эта война. Все чудеса природы теперь имеют уникальный эффект. Раньше они абсолютно одинаковые, они просто по-разному выглядели, а так эффект был один и тот же. Теперь, собственно, как и в циве, чудеса природы имеют разные эффекты. Тоже непонятно, почему они сразу этого не сделали, не смогли придумать эффекты. На карте, наконец-то, можно выбирать, сколько ресурсов роскоши будет на ней, а также включать-выключать воздействие загрязнения на партию. Но все равно пока ощущение, что карта генерируется странновато. Тем не менее, в этом плане Amplitude Studios всегда давала больше возможностей по настройке карты в начале игры. Я думаю, что они придут к тому, что мы сможем карту очень тонко настраивать для партии, не в пример циве. Куча улучшений искусственного интеллекта, само собой, ну вот я на стриме, например, после последнего большого апдейта играл, и в принципе было сложновато, тем более, что я даже, по-моему, на пред-пред последней сложности, а не на последней. Так почему же я все-таки говорю ждать дальнейших изменений? Потому что где-то после второй половины игры, вот знаете, такое ощущение, что ты начинаешь чисто в циферке играться. И вот как будто нету контента для этой части, хотя на самом деле он есть. Я думаю, что дополнения будут как раз вот к этому периоду возрождения, индустриализации относиться. Кроме того, повторюсь, что к концу игры Humankind начинает довольно ощутимо тормозить. Все еще. Так что дождитесь хотя бы первого большого обновления, которое будет там отдельно продаваться к игре, вот это вот все. Я тогда сделаю обзор и скажу, норм уже игра или нет. Ну и надеюсь, что в комментариях меня дополнят или поправят те люди, которые уже сейчас нормально играют в Humankind, которым уже сейчас игра прям по нраву. Мне она тоже нравится, на самом деле. Я не буду говорить, что она плоха. Она хороша, но в ней столько сырости и шероховатостей, что я просто не могу вот прям рекомендовать. Она все еще, знаете, в таких ходит в новичках, которым много авансов выдают, но которые еще не могут показать себя во всей красе. То, что разработчики исправляют в игре, мне нравится. Я вижу, что они, ну, понимают проблемы, слышат, что им комьюнити говорит и действительно стараются игру сделать лучше. Нам просто надо подождать некоторое время. Вот такое у меня впечатление от нынешнего состояния Humankind. Спасибо, что посмотрели видосик. Не забудьте поставить лайкосик. Может, даже платный спасибосик. С вами был Алексосик Халицкосик. Видимо, грек, судя по имени и фамилии. Играйте в умные игры. Слава Украине и Жыве Беларусь. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жывжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok